Москва попросила сторонников федерализации, жителей Юго-Востока, перенести дату референдума с 11 мая. Только что мы говорили с Денисом Пушилиным, то есть завтра будут граждане Юго-Востока решать вопрос о том, переносить или нет дату референдума. Ваше отношение к переносу и, собственно говоря, к причине, по которой Владимир Путин попросил перенести референдум. То есть диалог, попытка еще одного садить за стол переговоров. Послушайте, нас на Юго-Востоке к Владимиру Владимировичу Путину относятся с большим уважением, как и к России. Но надо понимать о том, что решение проводить референдум принималось народом, гражданами Донецкой и Луганской республики, Донецкой и Луганской области. И это решение о переносе будут принимать граждане Донецкой и Луганской республики сами. Вот я поэтому спрашиваю ваше личное отношение. Я могу сказать отношение не только мое личное, но и той организации Юго-Восток, которую я представляю. Мы считаем, что идти на переговоры с действующей властью нужно только в одном случае. Если действующая власть, сегодняшняя временная власть прекратит огонь. Должны быть прекращены военные операции. Если этого не будет сделано, если в это время будут умирать граждане в Славянске и Краматорске, а это происходит ежедневно, то мы не будем ходатайствовать. Мы даже не будем обращаться к людям о переносе референдума, потому что референдум это спасение людей на Юго-Востоке. Ведь после того, когда будет проведен референдум, то, что будет происходить в Славянске, в других городах Юго-Востока, это уже не будет внутриукраинское дело. Это уже будут отдельные субъекты, с которыми будут вестись равноправные переговоры. Ведь на Женеву-1 нас даже не пригласили. И сколько мы не предлагали. Я знаю, что у вас были предложения, и вы готовились, собственно говоря, прилететь со своими предложениями и участвовать во встрече. Наши предложения были переданы на Женеву. Они легли в основу Женевских соглашений, но мы не участвовали как сторона, и это неправильно. Что касается... Поэтому мы обратились к действующей власти, к киевской власти, к ультиматумам. Мы считаем, что если киевская власть в течение двух дней не прекратит боевые операции, если не будут отозваны войска в места постоянной дислокации, если будут продолжать гибнуть украинские граждане по вине киевских властей, то ни о каких переговорах речи быть не может. Власть должна, для того, чтобы мы вступили с ней в переговоры, должна прекратить войну против своего народа. Только после этого мы можем садиться за стол и оговаривать дорожную карту. Должны быть разоружены все незаконные воинские подразделения. А у нас достаточно их много образовалось после 1-21 февраля. Это и правый сектор, и специальные батальоны при МВД, такие как Днепр, Шторм, Восток. Это и Национальная гвардия. Должна быть проведена амнистия. Около 400 активистов, в том числе наших активистов нашего движения, находятся сегодня в тюрьмах. По вине власти погибло около 400 человек. И люди продолжают гибнуть. Надо остановить эту кровавую вакханалию. Но власть должна остановить, для того, чтобы мы пошли к ней на переговоры. Потому что мы считаем, что события в Одессе подвели черту. После событий в Одессе мы приняли решение идти на референдум. Тем не менее, не считаете ли вы сегодняшнее событие, такое как обмен или освобождение Павла Губарева, некими уступками? И вот не вселяет ли в вас надежду некое затишье, которое сейчас, последние часы на востоке Украины с точки зрения карательной операции? То есть, пушки и автоматы уже несколько часов вроде бы не стреляют. Вы знаете, мне кажется, если проанализировать те события, которые происходят, вдуматься, то политики в Европе и Америке поняли, что события в Одессе спрятать не получится. Не получится. Очень много видео, фотоматериалов, которые разошлись по всему миру. И чем дальше американцы и европейцы будут прикрывать преступные действия киевской власти, тем сильнее они замажутся в этой грязи, которая обязательно рано или поздно выплывет на поверхности. Поэтому вот это смягчение оппозиции по Украине пошло из-за того, что европейцы понимают о том, что надо будет нести политическую ответственность за то, что происходит на Украине. И, конечно же, эту возможность надо использовать. Надо использовать, потому что человеческая жизнь уникальна. Каждая человеческая жизнь. Если мы можем остановить смерти, которая происходит, вот этот конвейер, который запущен действующей власти, конечно же, для этого надо все делать. Но садиться за стол переговоров во время военных действий – это преступление против своего народа. Поэтому в первую очередь действующая власть должна прекратить огонь, должна прекратить карательную операцию, которая ведется армией против своего народа. Это условие, без которого Юго-Восток за стол переговоров не сядет ни на каких условиях. Только это. Прекратить огонь, прекратить стрелять, прекратить убивать своих граждан. Что тогда должно быть во-вторых? Во-вторых, должна быть выписана дорожная карта. Мы должны видеть, когда мы получим изменения в Конституцию. Мы хотим видеть два государственных языка. Русский должен быть государственным языком. Когда русский будет государственным языком на Украине, Украина никогда не будет антирусским государством. Мы должны исключить ситуацию, когда один мерзавец становится во главе государства и творит с государством все, что хочет. Для этого мы должны провести федерализацию. Мы должны обязательно провести амнистию. Мы должны обязательно разоружить все воинские незаконные формирования. И только после этого мы должны проводить выборы. Потому что выборы, проведенные в таких условиях, когда стреляют на улицах, когда используют минометы, как сегодня, когда вертолеты стреляют в гражданское население, выборы в таких условиях проводить невозможно. Скажите, пожалуйста, насколько масштабна эта карательная антитеррористическая, как ее называет господин Аваков, Наливаченко, антитеррористическая операция? Потому что я знаю, что вы, насколько понимаю, базируетесь в Донецке, в Луганске, между двумя столицами регионов. Мы знаем, что армия фактически окружила Славянск, блокированы города, которые к нему прилегают, такие как Краматорск. Что происходит в Донецке и Луганске? Там чувствуется вот это дыхание войны, которая фактически уже идет вокруг Славянска? Люди живут в предчувствии войны. Люди понимают, что как только сдастся Славянск, то возьмутся за Донецк и Луганск. И ужасы Одессы не будут выглядеть ужасом по сравнению с тем, что будут творить правый сектор в Донецке и в Луганске. И люди готовы бороться за свои права. Люди поняли, что с этой властью договориться невозможно. Я не верю в мирные переговоры. Я, глядя на то, что происходило в Одессе, разбирая те фото, видео, материалы, которые мы получили, я убеждаюсь многократно в том, что все, что там происходило, было организовано, срежиссировано действующей власти. И только правый сектор, переодетые в гражданское боевики из батальонов Днепр, Шторм, футбольные ультра служили лишь оружием в руках действующей власти. Вы действующий депутат Верховной Рады Украины. Вы принимаете участие или у вас в деятельности парламентов, того, который сейчас заседает в Киеве, изгоняет коммунистов, не дает принимать участие, сколь ли бы не лояльным депутатам вообще в принятии каких-либо решений. Вы остаетесь депутатом? Вчера парламент принял уникальный закон. И, в общем-то, не скрывали, что этот закон принят для того, чтобы расправиться со мной, как с народным депутатом. Были изменены законодательства, и до сих пор исполняющий обязанности генерального прокурора не мог подавать документы в парламент на снятие депутатской неприкосновенности у народного депутата. Вчера изменили закон о статусе народного депутата. И сразу же все стали говорить о том, что 13 числа первым делом снимут с меня депутатскую неприкосновенность. С тем, чтобы я не мог говорить, не мог выступать, не мог делать депутатские запросы. И с тем, чтобы меня можно было быстро арестовать. Поэтому моя задача вернуться на Украину завтра так точно. Потому что 13 числа я уже не смогу пересечь границу Украины. То есть сейчас все-таки еще действует ваша депутатская неприкосновенность? 13 числа, да, парламент должен окончательно по этому поводу проголосовать. Уже в парламенте есть документы на снятие депутатской неприкосновенности с меня. А уголовных дел в отношении вас сколько заведено? Три, да? Три. Три уголовных дела, да. Причем уголовные дела за высказывание оппозиции, за слова. И я хочу обратить внимание, что после меня могут пойти и другие народные депутаты. Ведь это очень опасный инструмент, который сейчас попал в руки действующей власти. Каждого народного депутата можно очень быстро лишить депутатской неприкосновенности по очень сокращенной процедуре. И лишать будут не тех, кто призывал людей валить памятники, захватывать городские и областные администрации на западе и в центре Украины. Не тех, кто призывал людей приносить оружие на Майдан и стрелять милиционеров. Наказывать будет тех, кто высказывает и выражает точку зрения людей, восставших на Юго-Востоке. А люди на Юго-Востоке восстали. И несмотря на то, что такое количество жертв, я уже говорил, около 400 человек погибло по вине действующей власти. И около 400 человек находятся в тюрьмах. Люди готовы отстаивать свою свободу. Они понимают, что с этой властью не договоришься. Она либо уничтожит население Юго-Востока, либо мы отстаем свое право быть такими, как мы есть. А попытки были разговаривать? Вы же известный политик на Украине. Вы знаете лично тех людей, которые сейчас пытаются управлять Украиной из Киева. То есть пытается ли, может быть, движение Юго-Востока, Донецкая Народная Республика, Луганская Республика контактировать с киевскими временными властями, хотя бы договариваясь о возможности переговоров, о прекращении огня, хотя бы узнать о том, что они хотят взамен. То есть есть контакты или контакты нарушены полностью? Контакты есть. К сожалению, эти переговоры не увенчались успехом. И со своей стороны мы отпускали задержанных в одностороннем порядке боевиков права сектора. Неоднократно просили все-таки начать выполнять условия женевских соглашений, произвести амнистию. Но вместо того, чтобы производить амнистию, у нас каждый день арестовывают одного, двух, трех, четырех человек. У нас юридическая служба при нашем движении «Юго-Восток» просто сбилась с ног. У нас адвокаты работают с утра до ночи, потому что каждый день добавляется громадное количество дел. На освобождение Павла Губарева, как вы считаете, почему пошел Киев? Мы давно предлагали «Альфовцам». На меня выходил руководитель организации «Альфа». Мы обговаривали этот вариант обмены Павла Губарева. Нам очень нужен лидер в Донецкой Республике. Он безусловный лидер. Там очень непростая ситуация, очень много политических течений. Нужен безусловный авторитет. И этим авторитетом является Павел Губарев. Мы были готовы на многие условия для того, чтобы все-таки он был освобожден. Человек порядочный, честный, беззаветно преданный цели. Ну вот поэтому это и вызывает странно, что его освободил Киев. Странно, что Киев на это пошел. Считайте это успехом нашей дипломатии. Спасибо вам большое. В нашей студии был Олег Царев, депутат Верховной Рады Украины и лидер движения «Юго-Восток».